Всем привет! С вами Дмитрий Низовцев. В Челябинской области случились погромы цыганской общины. В Чечне расстреляна машина нацгвардии, а Илон Маск, как выяснилось, постоянно общается с Путиным. Но сначала я скажу, что на канале новойный лайф вышло видео ответа фонда борьбы с коррупцией на обвинения в продаже политического влияния. Учитывая тяжесть обвинений, сотрудникам фонда понадобилось несколько недель, чтобы изучить все документы. Пожалуйста, посмотрите видео, ссылка есть в описании. Сегодня ночью в Челябинской области произошли массовые погромы в городе Коркино. Представители цыганской общины зарезали местную женщину, которая работала таксисткой и приехала на заказ в цыганский район. После этого в местных пабликах распространилось фото подозреваемых, и сотни жителей вышли на улицы и отправились совершать самосуд. Они громили и поджигали дома, переворачивали машину цыганских семей и даже стреляли. Два человека получили огнестрельное ранение. Полиция приехала и задержала 55 человек. Губернатор Челябинской области Алексей Текстер, которому жители ранее уже жаловались на цыганские диаспоры, ситуацию не прокомментировал никак. А вот Бастрыкин уже отреагировал и передал дело об убийстве женщины в Главное следственное управление Следственного комитета России. В Чечне, недалеко от Грозного, неизвестно расстреляли машину Росгвардии. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления, их ищут. В Якутии установят бомбоубежище. Власти разместили тендер на 8,5 миллионов рублей на проектирование укрытий, вмещающих по 100 человек. От Якутии до боевых действий больше 8 тысяч километров. Регион ни разу не подвергался атаке дронов, но с путинской политикой, видимо, решили на всякий случай подстраховаться даже там. Их можно понять. В Улан-Удэ власти нашли удобный способ бороться с гололедом. Они установили вдоль дорог 100 ящиков с песком. Вот таких вот и предложили жителям самостоятельно сыпать его на трассу. Жители идею оценили и предложили еще и асфальт уже вручную укладывать, а заодно налоги не платить. Тем временем в стране заканчиваются рабочие. И Министерство труда предложило увеличить на 50% число квот для иностранцев. Говорят, не хватает квалифицированных кадров. Интересно, куда же они подевались. Уж, подскажу, не на войну ли часом они уехали. Ну и рубрика «Полезный совет от чиновников». Бывший вице-мэр Иркутска Владимир Приловский, отсидевший год за взятки, хвалит тюрьму и рекомендует своим коллегам последовать его примеру. Отсидеть год это полезно, как он уверяет. Я полностью поддерживаю, только боюсь, что годиком они все не отделаются. С фронта поступает не так много свежей информации. Продолжаются бои за Селидова и Часов-Яр в Донецкой области. Из Курской области новых данных не было. После вчерашнего удара российской армии по отделению почты в Алексеево-Дружковке Донецкой области были найдены тела двоих погибших. Еще одна женщина получила ранение. Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным. Такими сведениями располагает издание Wall Street Journal. Путин и Маск обсуждают геополитическую напряженность, а также личные и деловые вопросы. В Белом доме в курсе таких связей и недовольны этим. Но никаких замечаний Маску по этому поводу не делали. Интересно, что, по словам Пескова, ни Путин, ни другие высокопоставленные российские чиновники не ведут регулярный бесед с Маском. Международный уголовный суд заявил, что Монголия нарушила римский статут, когда отказалась выполнить просьбу суда и арестовать на своей территории Владимира Путина в начале сентября. Монголия была обязана это сделать из-за действующего международного ордера на арест. В заявлении суда сказано, что Монголия, отказавшись арестовать Путина и предать его суду, не выполняла просьбу о сотрудничестве, что противоречит положениям римского статута. Оценку произошедшего даст Ассамблея государств участников суда. Такие новости к этому часу. Сегодня 25 октября, 975 день войны. Я прошу вас поставить лайк этому ролику и написать комментарий. Также вы можете поддержать нас, остав спонсором на Патреоне. Ссылку найдете в описании. Всем спасибо и увидимся еще. Пока. Субтитры подогнал «Симон»